хочу продолжать тему которую начал давно вы можете быть уверены что каждый раз когда буду выходить проповедовать на эту платформу хочу чтобы знали я буду продолжать тему которую мы начали с осени и эта тема лицом к лицу к богу я буду искать всевозможные способы чтобы напомнить об этом каждому человек как говорил петр для того я никогда не перестала напоминать вам о всем хотя вы и знаете и утверждены настоящей истины хотя вы будете знать что нужно будет стыдиться лицом к лицу с богом что-то важная тема этого года но каждый раз когда я буду на этой платформе здесь говорить я буду напоминать о том что это наша цель этого года это тот то состояние что мы хотим пережить эту встречу с богом встреча с богом это похоже на игру салки да на украина западной украине называют сало вчера пришел позавчера пришел в еврейскую школу захожу не скале проходите пожалуйста вместо все вспомнили возле к возле класса вылетает малой к это за ним 2 догоняет рукой бьет его по спине кричит сало в еврейской школе понятно другими словами на что похоже вот эта встреча с богом я хочу сказать что я никогда не находил человека который бы искал бога прикоснулся к нему либо через чтение торы либо через молитву лифте либо через прославление либо через служение к людям и не было бы такого же ответа обратно что и что бог не прикоснулся я не встречал таких людей я встречал людей которые прикасались богу и бог прикасался к ним обратно это всегда было ищущим его он воздает тема и поиска бога лицом к лицу и заключается в том чтобы найти бога и он к тебе прикоснется обратно услышьте меня пожалуйста я хочу это был как бы вложить состояние каждого человека что ищущим бога он воздает он хочет чтобы мы каждый из нас пережили его его прикоснулся к нам обратно в этот момент когда он прикасается к тебе во первых происходит встреча встреча с богом в тот момент когда бог прикасается к тебе происходит эта встреча во вторых происходит еще разговор обещание вот обещание хочу чтобы в сегодня были очень внимательны потому что тема моей проповеди зачем бог дает обещание не почему бог дает обещание как бы сказать по-другому не не то что мы знаем что бог дает обещание никому он это дает никаким образом он их это обещание дает и даже не к какому человеку какие-то должен быть а наоборот зачем или почему бог дает обещание и ухта пока не задумывались над этим не по ней никакие обещания бог дает каким людям по каких обстоятельствах при каких может быть ситуациях а зачем богу нужно давать тебе обещание и обетование слово другое подбираем обетование библейское слово зачем богу нужно обещание одно дело другие друзья знать человека и что он он делает на производстве совсем другое ощущение когда ты знаешь человека с другой стороны где а ты знаешь что он делает то что он делает и почему он делает то что он делает совсем другое состояние можно знать людей что они хорошо делают работы ты знаешь что они делают работу но знать людей почему они это делают становится много интереснее сегодня вопрос не по не стоит в у верующих что дает любовь обещание исполнять обещание и не стоит даже и дно никто не задумывается причина почему бог дает это обещание обетование написано псалом 102 7 стих он показал пути мои свои моисею сынам израилевых дела свои многие вот этот как бы сопоставляться с тем что я говорю многие видят дела видят а почему вот моисею он показал путь почему он это дело а и остальному народу он просто явил свои дела это важно потому что это заставит нас по-новому посмотреть на обещание которое бог дает моя мое желание смотивировать вас не просто знать о божьих обетованиях а слышать и смотивировать вас тому чтобы стремиться к этим обетованиям и чтобы они исполнились вашей жизни я надеюсь что с этой проповедью у вас обновится понимание божье представление о боге который дает обещание и которая его исполняет хотя из поговорка обещанного три года жду да но на самом деле бог хочет дать обещание каждому человеку если это обещание ведет меня к исполнению тогда я заинтересован быть в том боге который дает это обещание понимаете нет если у меня есть бог который дает обещание и она мотивирует меня двигаться тогда я имею огромнейшее желание исполнить его волю в этом есть сущность мы рассмотрим с вами второе послание кориффинам где в сущности 1 1 глава там идет прямо с самого начала где в сущности павел пишет равша ул пишет как бы оправдательное письмо как бы такое апологическое пытаясь оправдаться в своем деле и в то время его обвиняли в том другие люди которые пришли в коринф и те кто законники те кто говорили всякое о с павлем и одну часть которую они захват ухватили о том что как бы повлиять на на кавинскую церковь на том что павел лжец если он не исполняет своих обещаний которые он делал другими словами он уже посмотрите даже основываясь на первом послании 1 коринфянам 4 глава 19 стих но я скоро приду к вам если угодно будет бог господу и испытаю не слова возгордившийся а силу другими словами во взявши это письмо как бы в обиход люди которые старались противиться павлу злословить его и всячески унижать они говорили так вот он сказал что придет и не пришел а если он тот тот говорит что придет и не при и не пришел игр вам говорит о христе а миссии который дает обещание о чем вы слушаете другими словами здесь равша ул начинает в свое послание не просто оправдывает он пишет если угодно будет господу в первом послании если будет угодно в господу как многие из вас делали такие обещания если богу будет угодно мы придем на собрание если бы угодно мы придем на разгрузку контейнеров если бы господу будет угодно мы придем к вам на денежение и потом что богу не угодно было в В этом виновны многие из нас. Но Рав Шаул, он совсем по-другому поступает. И давайте читать, будем это 2-й карифе, на 1-й глава, 15-й стих. В этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать. И через вас пройти в Македонию, из Македонии тоже опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил, или что я преднамеренно по плоти предпринимаю. Так что у меня то да-да, то нет-нет. Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет. Ибо Сын Божий, Ишуа Мессия, праведный у вас нами, проповеданный у вас нами, мною и Силиалом и Тимофеем, не был да и нет. Но в нем было да, ибо все обетования Божии в нем да и в нем аминь, во славу Божию через нас. Он говорит, подождите, я не говорю, что если Богу угодно, то да-да, о нет-нет-нет, Ишуа, может быть Мессия, а может быть Сын Божий. Он говорит, нет, абсолютно, я говорю вам, что то, что мы проповедовали, да и аминь, в нем все обетования Божьи утверждены, да и аминь. Он говорит это так, чтобы показать, что верующий в Ишуа Мессию должен жить обещаниями, которые дал Бог. Услышьте меня, пожалуйста, что верующий в Ишуа Мессию, он живет обещаниями, которые дал нам Бог. И мы посмотрим, в чем эти обещания. В том, что Бог, дающий обещания, так же, что этот Бог, исполняющий это обещание, он же и, знаете, он автор этих обещаний. Он знает причину, что и для нас нужно. Если он Бог, дающий эти обещания, в которых мы должны жить, тогда это должно нас мотивировать для того, чтобы стремиться к исполнению воли Божьей. Вы знаете, люди многие не получают то, что они хотят получить, потому что они не уверены, что это было от Бога. И если они не уверены, они не предпринимают к этому никакого усилия, чтобы исполнить волю Божью. Я дам вам несколько причин. Причины, почему Бог, зачем Бог дает обещания. Первая причина, вы можете их записывать. Я понимаю, что можно будет посмотреть в интернете, потом себе скачать, раздать людям. Друзья, очень важно записывать. Очень важно иметь отметки, дома просматривать. Первая причина. Обещания даются для того, чтобы мы с вами верили. Обещания даются для того, чтобы мы с вами верили. То есть, иметь веру. Послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Послание к нам, да? Хорошо. Вера же есть. Ошуществление ожидаемо, уверенность невидимым. То есть, вера есть субстанция, некое состояние ожидания, ощущение ожидаемого. Другими словами, вера – это осуществление, вера – это также уверенность. Вера – это есть, это часть. Но вопрос, откуда вера приходит? Относительно, да, вы все правы. Относительно Римлян 10, 17 говорится так, что Итак, вера есть, вера от слышания. А слышание от чего? От слова Божьего. Услышьте меня правильно. Обещания, которые даются Богом, они слова, они чувства, которые Бог выражает. Мы должны их слышать. От того приходит вера. Обещания даются для того, чтобы мы верили. Это первый пункт. Поэтому, если у тебя нет обещания, послушайте, если у тебя нет обещания от Бога, тогда ты не можешь иметь никакой веры. Не на что верить, не на что уповать, не на что. Как только мы, ты и я, получаем Слово от Бога, ты приобретаешь веру в невидимое. В невидимое. С уверенностью, что Бог это сделает. Как это можно сделать? Какую иллюстрацию можно привести? Я думал, думал долго, и потом вспомнил. У нас, братья, есть много строителей. И часто меня приглашают на наши всевозможные выставки, которые проходят на Морвокзале. Я там был, и вы часто видите эти большие бигборды на улицах. Называется «Канадский дом». Кто вас читал? «Канадские дома», когда ты смотришь на эти «Канадские дома», понимаешь, что это конструктор, который может сложить быстро, очень эффективно. И ты можешь войти в дом своей мечты за менее короткий срок и за не настолько карман у тебя будет бить. Очень быстро. Можно быстро это сделать. Но за границей еще есть такое выражение, как мобильный дом. То есть дом, который еще проще. Его собирают очень быстро, очень скоро. Но украинцам это бы очень понравилось на их дачах, на домик для отдыха. Реально, это очень быстро. На что-то похоже. Это похоже на вагончик, на самом деле. На вагончик, который в нем все есть. Люкс. Это как дача. Для украинского народа это была довольно приятная вещь иметь на дачном участке. Но смотрите, когда многие американцы этим пользуются, потому что это очень удобно и дешево. Что происходит? Как собираются эти дома? К месту, где уже расчищена площадка, выезжает группа работников из 80 человек. К этому времени, когда они там находятся, уже подготовленная площадка, туда подъезжает фура, может, 2-3 фуры с палетами, где находится уже как бы дом. Они разгружают это перед вами и уезжают. Поэтому можно сказать так, что вам привезли, разгрузили на палетах дом и уехали. Так вот, этот дом, который перед вами, становится субстанцией ожидаемой и уверенностью в невидимом. Слышите, нет? Вот эти палеты стоят, они один, второй, там 3 фуры разгрузились. Перед вами поставили ваше ожидаемое в невидимом. А что вот этот? Вот понимаете, нет? Другими словами, у вас есть ожидание, что вам дом этот соберут. Вот в этих палетах, там все, в этом, если я говорю все, от начала до конца. Вот только нужно специалисты, нужно смекалку, терпение, иногда долго терпение, а у некоторых терпение пророков должно вырабатываться. Чтобы этот дом собрали, собрать. И перед вами будет этот дом, но он сейчас на палетах. Вот то, что перед вами, это ваш дом, и сказать, это мой дом, да, это твой дом, который как бы с ожиданием и уверенностью невидимым, что это будет твой дом. Но пока он на палетах. Это вера. Вы слышите? Вот то, что вам привезли, это вера. И вот же собрать еще, правильно, до кучи. Что-то нужно еще применить, какие-то усилия, нужно что-то сделать, нужно как бы думать о том, что ты будешь делать. Это вера, вам привезли. Но фуры или же те машины, которые вам это привезли, оно и есть обещание. Уловили, нет? Вот это пример небольшой, хотя может он как бы такой жесткий такой, но он, понимаю, для меня это очень прямо понятно, что я мечтаю о доме, который мне привезли в палетах. Мне нужно к этому приложить усилия, его собрать. И кто его привез, это называется обещание. Называется обетование. Все, что я хочу сегодня говорить о том, что без обещания нет веры. Если у тебя нет обещания, у тебя не будет веры. Евреям 11,6 говорит, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надо, чтобы приходящий Бог уверовал, что Он есть. И ищущим Его, что Он воздает чем? Обещанием, которое Он уже приготовил для тебя. Он дает это обещание. Вопрос стоит в том, что Бог, разве Бог не хочет, чтобы мы веровали? Конечно. Он хочет, чтобы мы были способны Ему угодить. Он хочет, чтобы мы угодили Богу, но Богу без веры угодить невозможно. Даже то, что у тебя есть этот разложенный на палетах дом, тебе нужна вера в то, что еще ты не видишь, но ты должен собрать его. Многие хотят, чтобы все было готово на блюдечке, с неба падало. Друзья, у земли есть притяжение, и все, что падает на нее, все, что делает, разбивается. Понятненько, нет? Что нужно, Бог придает его, тебе дает, для того, чтобы ты, имея основание в вере, видел то, что Бог хочет тебе представить. Эмоциональные желания, которые многие люди имеют, не являются верой. Эмоциональные желания. Послушайте внимательно, о чем я говорю. Многие люди попадают в это обольщение, в том, что я увидел. Я увидел рекламу, я увидел моего соседа, я увидел наших верующих, там группы людей, что-то особенное. И вот это желание иметь не является верой. Нарисовать тебе картинку в голове, что там что-то вот, Бог меня же любит, и я хочу вот это. Друзья, именно момент обещания, это не просто чувствование, это не просто картинка, это вера во что-то другое. Вера, когда Бог тебе непосредственно говорит, и ты полностью уверен, что то, что Бог обещает, не имеет мотивации, алчности или же внутреннего желания поиметь. А ты полностью уверен, что то, что Он обещает, только Он может исполнить. А тебе нужно иметь терпение. Вторая причина, зачем Бог дает обещание. Эта причина очень проста. Для того, чтобы нас направить правильным направлением. Чтобы нас направить правильным путем, то есть дать нам путь. Вторая причина, по которой Бог дает обещание, обетование, это дать нам правильное направление. Сразу приступлю к местам Писания, чтобы мы меньше были разговоров. Самый реальный стих, который каждый из вас помнит наизусть. Иногда такие стихи пишутся в брошюрах, в Библиях, везде. Даже, как бы сказать, на бербодах я встречал. Иоанна 3,16. Давайте все вместе скажем. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Каждый, всякий человек, кто верует, в него не погиб, но имел что? Где здесь обещание? Жизнь вечная, обещание. А что, чтобы получить эту жизнь вечную, что нужно сделать? Как просто. Есть обещание, и это обещание, поворачивая тебя на путь, чтобы ты исполнил это обещание. Как просто. Это очень интересно, потому что это обещание Богом дано. Для нас. Еще Луки 6, глава 35 стих. «Но вы любите врагов ваших, благотворите и взамыдавайте, не ожидая ничего, будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего. Ибо Он благ к кому? Неблагодарным и злым. Ой, секундочку. Здесь есть какое-то особенное обетование, обещание. В чем в этом стихе заключается обещание? В чем обещание здесь? Вы будете сынами. Кто не хочет быть сыном и дочерью? Если вы хотите быть сынами, это обещание Богу, будете сынами. Если вы хотите быть сынами, то, извините, любите врагов ваших. Мало того, благотворите им, то есть давайте им взаймы, благословляйте их. И Бог показывает, хотите быть сынами Божьими, хотите быть моими детьми, я вам даю путь. Вот этот простой путь направьте, любите своих врагов, благотворите им, благословляйте их. И он говорит, потому что у Бога есть милосердие, он благ даже к тем, кто неблагодарный и злой. Скажите, Ребе, что-то вы сильно бьете ниже пояса. Друзья, в боксе они смотрят уже ни на что. Когда мы говорим о серьезных вещах, когда мы говорим о том, что нам необходимо делать, мы понимаем, что здесь нужно правильное решение, мы хотим иметь обещание, мы хотим получить это обещание, но Бог говорит, у меня к тебе есть обещание, и зачем я тебе его даю? Чтобы направить тебя, чтобы получить. Следующее, смотрите, итак, будьте милосердны, как отец ваш милосерд. Мы хотим быть милосердны, как наш отец. Тогда он говорит, ну, прошу, милосердие проявляйте. Дальше, не судите, не будьте судимы. То есть, не хочешь попасть на суд, не хочешь быть судимы, что делай? Как интересно. Обещание, то есть, мы хотим, как бы, замки, мы хотим что-то такое, ну, серьезное, чтобы можно было, а он говорит, подождите, у меня обетование, они есть, серьезные обетования, но самое интересное обетование, это если ты на суд не хочешь попасть, не хочешь быть судимым, нет, не хочу, ну, тогда ты что? Не суди. Дальше что написано? Не осуждайте, не будьте осуждены, прощайте и прощены будете. Это обещание и направление к исполнению. Обещание и направление. Друзья, это, знаете, когда я подготавливался к этому, я понимал, что этот вопрос я задал себе неделю назад. Говорю, а за что, вот за что ты даешь мне эти обещания? Ведь на самом деле я недостойный, я недостойный того, чтобы Бог ко мне какие-то блага проявлял, что-то мне обещал, давал. На самом деле никто из нас недостойный, но где-то он это усмотрел, для чего это сделано. Люди не понимают, для чего Бог дает эти обещания, а Бог понимает это и говорит, я хочу дать обещание, чтобы направить я на этот путь правды. Когда мы получаем обещание от Бога, он указывает нам на правильное отношение к Божьему делу и к тому, что Бог видит. Запомним, давайте это сделаем, посмотрим это. Это так легко, но на самом деле мы не усматриваем в этом для себя благо. Есть от Бога обещание и тут же идет направление для осуществления этого обещания. Сразу есть обещание и сразу он дает направление. Вы можете мне сказать, подожди, подожди, но ведь мы же должны быть духовными. А если мне Бог вот так сказал прямо сейчас что-то сделать? Слушайте, я за то, мы должны быть духовными. Мы должны быть спонтанными, на всякое доброе дело, чувствовать Дух Святой, направляться Духом Святым. Я вам просто хочу сказать, что Бог смотрит на дальние планы. Он видит дальше, чем мы видим. Мы похожи на людей, которые хотим решить вопрос прямо сейчас, и мы должны их решать. Я с вами вполне согласен, что мы, как духовные люди, должны мгновенно иметь этот контакт с Богом и сразу отвечать на эти вопросы, которые у нас стоят. Но я также хочу сказать, что Бог заинтересован в дальневидности твоего благополучия. Он заинтересован в твоем благополучии. Но дальневидность его намного дальше, чем наша. Мы можем двигаться по жизни различными указаниями, всякими направлениями. Там где-то мы увидели, рука направо показала. Мы там раз, Господи, все, я пошел направо. Проблема есть, ох, я решил, быстренько все это делал. Там кто-то по телефону сказал, опа, это откровение от Бога, нужно пойти туда. Мы можем это решить, но на самом деле, в данном случае, если мы не будем иметь долгую перспективу того, что Бог нам сказал, кто мы и что мы, и для чего Он это делает, мы будем похожи на тех евреев, которые были направляемы Богом, управляемы Богом в пустыне. Но они блуждали там 40 лет. Бог за ними смотрел, Он их и направлял, но блуждали они там сколько? 40 лет. Есть свои причины этому. И Бог хочет дать нам ежедневную поддержку и направление. Каждый день. Бог не хочет твоей неопределенности. Он хочет, чтобы ты, получив обетование от Него, держался его. Держался и делал все необходимое, чтобы исполнить и прийти к этой цели. Цели в Боге. Помните, я вам однажды рассказывал историю моей поездки в Германию с еврейской бабушкой Ильдой Борисовной. Помните, да? Как она сильно ругалась на навигатор. И она ему говорила, приказывала ему. Она его, как бы, там чуть ли не, как бы, таким еврейским жестким словом причитала. Все она, я понимаю ее, потому что этот навигатор тебе еще женским голосом отвечает. Она к нему, куда ты завел на Сусанин и все остальное. И я понимаю, что этот навигатор на самом деле был, как бы сказать, ну, как говорят еще, демонизированный. В таком слове, он лгал. Мало того, что он нас приводил не на те улицы, на украинских дорогах, даже в Польше или в Германии он нас приводил в тупик. То есть в нем был дух лжи. Как его не выгоняли, как бы Ира Борисовна на него не кричала, не помогала. Причина в том, что этот навигатор, ему нужно было задавать параметры. Навигатор – штука хорошая. Кто их пользуется, братья в основном? Трое, четверо. Навигатор – хорошая штука. Она помогает, направляет, что нужно делать. Но она абсолютно, этот навигатор абсолютно бессмысленный. Не имеет никакого смысла иметь его, если ему не задать параметры, куда тебе нужно доехать. Даже если я буду послушным этому навигатору, налево пойду, направо, остановлюсь, где он скажет. Если даже скажет там перейти, буду чувствовать, что нужно повернуть сюда или сюда. Но если там нету цели, которыми идти, он нас никуда не заведет. У Бога есть цель. Когда Он дает обещание, у Него есть цель. Третья причина, почему Бог дает обещание, потому что в обещании Он демонстрирует свою верность. В обещании Он дает свою верность. Я хочу вернуться еще к этому второму положению, что здесь направление. Помните, Малахи, многие любят это место Писания, хотят быть богатыми, очень богатыми, и никто не хочет быть очень бедным. Малахи очень просто говорит. Если ты хочешь, чтобы я открыл тебе небесные врата, то есть открыл тебе небесные благословения, он говорит, я хочу, то есть есть цель, есть обещание, что я изолью с преизбытком на тебя. Говорит, тогда у тебя есть путь, как это сделать? Говорит, принеси и ваши десяти недояния в Дом Божий. Это тоже есть Божие обещание, если мы хотим испытать Его Бога. Я не хочу, чтобы мы были просто направо, налево, хотим быть очень богатыми. Суть в том, чтобы мы исполнили благословение. Благословение не только в деньгах заключается. Я встречал много людей, которые богаты, на очень шикарных машинах, на яхтах, и у них жизнь абсолютно не имеет никакого смысла. Услышьте, третье, как я говорю о том, что Бог демонстрирует свою верность. Через обещание, через обетование Бог демонстрирует свою верность. Исайя 49, 23. Здесь идут очень моменты такие, чтобы правильно услышать меня. Здесь говорится так, «И будут цари питателями твоими, царицы их кормилицами твоими, лицом до земли будут кланяться тебе, лизать прах ног твоих, и узнай, что я Господь, что надеющийся на меня не постыдится». Следующее, Иезекииле 20, 38. «И выделю из вас мятежников и непокорных мне, и из земли пребывание их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут, и узнаете, что я Господь». Захария 4, 8 и 9 стих. «И было ко мне Слово Господне, руки Завровеля положили основание дому сему, его руки, и закончат его, и узнай, что Господь Слово послал меня к вам». Другими словами, эти места в Писании говорят о том, что Бог желает дать нам обещание, высказать его, чтобы все понимали, мы понимали. И когда это обещание исполнится, тогда мы скажем, это сделал Господь. Когда есть неуверенность в том, что эти обещания дал Бог, когда мы не слышим, что Бог это сделает, что Он пообещал это, тогда приходит мысль к многим людям, а это случайность, совпадение обстоятельств. А может быть, это не Бог, это, может, еще другие Боги, которые еще есть. Бог дает обещание, Он дает тебе вот четко, когда ты внутри понимаешь, что этот Бог, и Он говорит, когда это случится, тогда ты узнаешь, что я Бог. В моей жизни было не однажды, когда Господь говорил о будущих вещах, которые произойдут в моей жизни, и когда-то свершалось, все, что я мог сделать, сказать, это только Он. Он сказал, и Он исполнил, поэтому вся слава, не будет Кришной, всем остальным богам, а все идет к Богу, потому что Он сказал. Поэтому, когда Он дает обещание, Он говорит это, Он говорит, когда это произойдет, чтобы ты знал, что я Господь. Вы скажете, это только Ветхий Завет, в Новом Завете. Что можно сказать в Новом Завете? Очень просто. И Иоанна 2 глава, 19-21 стих. Ищуа сказал им в ответ, разрушьте сей храм, и я в три дня воздвигну его. На это сказали иудеи, сей храм строился 46 лет, а ты в три дня воздвигнешь его. А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, Которое сказал Иешуа. Чтобы это случилось. Когда-то произошло, они вспомнили, поверили словам, Которые сказал Иешуа. Дальше тоже описывается Иоанна 13 глава, 19 стих. Теперь, скажу вам, прежде нежели то сбылось, дабы вы, когда сбудется, вы поверили, что это и я. Бог заинтересован, чтобы показать себя в этом обещании. Это третье. И последнее. Четвертое. Почему он дает обещание? Для того, чтобы дать нам надежду в трудные времена. Бог дает обещание для того, чтобы в тяжелые времена, в тяжелые для нас, обудрить нам, дать нам надежду, что это сбудется. Когда мы теряем это все, в трудные времена, а нам тяжело поверить, что это может сбыться, нам должно просто, мы должны сражаться за это слово, за то, что было обещано. Рав Шаул пишет Тимофею, одному из учеников своих, посланием, и там он начинает ободрять Тимофея. Многие не знают, но Тимофей был пастырем в Ефесской церкви, то есть Асии. В то время, говорят ученые, предполагают, что в Ефесе или в Асии, там этой стороне, верующих, или членам церкви, или общины, будем говорить так, было 200 тысяч человек. Пастырь, который, можно сказать, успешный пастырь, Тимофей, при всех обстоятельствах он сдался, у него не хватило силы, у него не хватило стоять против законников, против всех вопросов решения, консультирования и организаций. И здесь Рав Шаул пишет, 1 Тимофея 1, 18, он говорит, преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с высшим, бывшего от тебя пророческим словом, да, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ним, как добрый воин. Вы скажете, здесь ничего не сказано, ничего не сказано об обещании, но я знаю, любое пророческое слово, которое дается Богом в твою жизнь, это является словом обещания, потому что все Писание Бога вдохновенно, и оно полезно, и это есть обещание, вся книга Библии это обещание для нас. Для многих из вас в вашей жизни было сказано многие прекрасные вещи, которые на сегодняшний день, может быть, не исполнились, и вы ожидаете, чтобы это исполнилось, и Бог дал это обещание, и вы, многие из вас, его затоптали, посредством, может быть, обстоятельств, трудностей, может быть, забыли его, заложили его далеко на полку, и говорите, ну, когда исполнится это обещание, я вам хочу сказать, что дьявол, он будет всегда посылать одну и ту же мысль, это касается всех верующих, всех верующих, мессианских, немессианских, разных лет, это обещание, это слово, которое дает дьявол, это слово разочарование, он повнушает тебе, а где же обещание, которое дал тебе Бог, ты столько их получил, столько было пророчеств, столько было сказано в твоей жизни, а где они, где эти обещания, где они, и каждый человек, подвергается этому нападению, как и Тимофей, пророческое слово, которое было сказано в жизнь, Тимофея, в жизнь вашу, это слово обещания, которое Бог хочет, чтобы вы утвердились в нем, и жили им, Петр говорит в 2-м послании, 3-й главе, 3-й стих, прежде всего знайте, что последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным покатям, говорящие, где обетование, где обетование, как оно в твоей жизни исполнилось, и многие опускают руки, опускают, потому что каждое обетование нужно ожидать, каждое обетование не приходит в микроволновки, упаковки, авиапочтой, каждое обетование, оно показывает путь, как его приобрести, каждое обетование дает надежду, что Бог это исполнит, каждое обетование, которое Бог дал в твою жизнь, оно приносит свой плод, и за это Рав Шаул говорит, Тимофей, то слово, которое было сказано порочески о тебе, в твою жизнь, за него нужно бороться, как добрый воин Господа. Это означает, что слово, которое у тебя есть, слово от Бога, являющееся мечом обоюдоострым, оно дано тебе, чтобы воинствовать, не против просто направо, налево, а с ним вергать, те злые слова, те мысли, которые навязчивы, говорят, а где оно, оно же не исполнится, а где же оно произойдет, когда оно произойдет, услышьте это слово от меня сегодня, услышьте, что я хочу вам сказать, Писание говорит, что все обетования в нем, да и аминь, задайте себе вопрос, зачем он дал вам обещание, которое вы имеете, что это обещание сделало вас, подвело, направило ли это обещание вас в то русло, чтобы исполнить его, направилось, о кем-то, это огнем,